Давайте я сначала определю основные объекты. Мы работаем с компактными трехмерными многообразиями и хотим их изучать с точки зрения идеальных треангуляций. Что такое идеальная треангуляция? Я трехмерные картинки рисовать не умею, поэтому я буду рисовать двумерные. Возьмем какой-то набор тетрадер, помечу тетрадеры точками, грани возобьем на пары, то есть ребро означает просто, что в этом тетрадере выбрали грани, сопоставили грани в этом тетрадере и так далее. Ну и на каждой паре грани мы зададим какой-нибудь афинный геоматизм, переводящий в грани. По кубоксинтрическим координатам вершины и вершины и так далее. То, что мы получим, получится многообразие с так называемыми коническими особенностями. И эти конические особенности бывают в двух типах. Значит, они могут быть на ребре, когда у нас в середине ребра возникает особенность типа конус над проективной плоскостью. И в вершинах, то есть там может вообще возникнуть конус над любой поверхностью произвольной. Вот такие вот сингулярные точки. И что вы, значит, что нам не нравится. Давайте мы будем считать, что таких точек на ребрах не существует. То, что получится, это ориентированный объект. Да, вот таких конус над проективной плоскости тут не возникает, а возникает только особенности вершины. Чтобы избавиться от особенностей вершины, то есть можно тогда просто вот рассмотреть склейку не настоящих тетраэдеров, а идеальных тетраэдеров. И когда мы склеим идеальный тетраэдер, мы говорим, что получится, когда особенностей не будет, получится идеальная треангуляция компактного многообразия с краем. Значит, если то, что получилось, это наш многообразие, внутренне собственно это многообразие. По-другому это еще можно сказать так, что мы могли склеивать не настоящие тетраэдеры, а могли взять просто их все усечь, то есть все вершинки маленькие пирамидки отсечь, взять вот такую вот тупо усеченный тетраэдер, ну и склеивать собственно боковые грани этого усеченного тетраэда. Тогда вот эти треугольники, они у нас как раз будут образовывать треугольные трехмерные многообразия. Итак, вот мы рассматриваем такие идеальные компактации трехмерных многообразий. Еще раз можно на них смотреть, как мы склеиваем либо трюл тетраэдеры с удаленными только вершинами, тогда это и есть внутренность многообразия. Но либо мы отсекаем маленькие тетраэды от каждой вершины и получаем настоящий многообразий с краем. Чем интересны именно такие триангуляции? Потому что можно рассматривать триангуляции, когда у нас настоящие тетраэдеры без оттечений, без внутренних вершин и их граничные грани, то есть не те грани участка строительства, граничные грани выходят просто на правильный образ. Но в частности, наверное, хороший пример, что с помощью таких идеальных триангуляций как раз Терпсон устанавливал суперволическую структуру на многообразие с Каспом. Но эту идею можно продолжить не обязательно на многообразие с Каспом, на любые гиперболические многообразия в полном диагностическом крае. В четвертых потворах полуранных углов мы можем построить такую структуру в гиперболическом многообразии. Ну и первая важная теорема, что любое трёхмерное, компактное трёхмерное структура имеет такие идеальные триангуляции. В принципе, это доказывалось не на языке триангуляции, а на двойственных языках, а на двойственных полетрах. Но в языке двойственных полетрах я скажу чуть позже. Ну и задача, которую я буду обсуждать, это задача собственно нахождения минимальной идеальной триангуляции данного многообразия. Но минимальная по числу тетраэдов используется. То есть триангуляция называется минимальная, если нет, триангуляция меньше, чем у данного числа тетраэдов. Вот и значок C, D, D, N – это как раз значение компактного трёхмерного структура как раз в проэдрах минимальной триангуляции. Многообразие. Чем вообще может быть интересна задача нахождения минимальной триангуляции? Ну, наверное, я могу сказать слова Сергея Владимировича Матвея, который придумал такую хорошую правду, что это правильная поставлена задача, поскольку фигельские решения могут делать новое открытое, что-то новое упомятое. Многообразие. Например, если мы говорим про узлы, то там тоже можно ставить диаграмму, перекрестка, и вот известный результат, что альтернированная диаграмма – это минимальная, собственно, чтобы доказать только, когда появился полинон Джонса. Ну, и здесь хочется отметить, что методы, с помощью которых можно доказывать минимальную идеальную триангуляцию, можно перечитать по пальцам. Ну, это, во-первых, объем, альтернированная диаграмма, и Анатолий Юрьевич Веснинг в этом докладе упоминал, что если мы берем интерфорическое многообразие с тастомом, которые делим, то эта триангуляция будет минимальная, но вот просто потому, что если мы впишем этот трайдер, то есть первая, значит, идея – это объем, вторая идея – это гемология, про которую Данила Гемедьянов будет рассказывать в последнем докладе сегодня. Ну, и третья идея – это вот я в своем докладе расскажу про инварианты, которые, вирус, с помощью которых тоже можно. Да, по большому счету, все. Есть еще какая-то комбинация, которую для замкнутых многообразий делает Джейк Руденштейн, Эти Киллман. Ну, я эту историю касаться не знаю. Итак, то есть, если дано многообразие, ну, как найти его минимальную тренгуляцию? Это сложно и нерешаемо, потому что, ну, как правило, какую-то тренгуляцию всегда поставить можно, то есть, он в углах, то известны хорошие методы, как написывать какую-нибудь тренгуляцию для дополнения, ну, совершенно непонятно, как докладывать, что она минимальна, потому что, ну, первое, что, то есть, фигура все тренгуляции с меньшим, что он тратит, может показать, что там будет, то есть, там на квадрате и меньше. То есть, хороших методов нет, как я сказал, что вот методы, которые там объем, технологии дают низкие оценки, потому что методы, они работают, естественно, не всегда. Ну, самая первая попытка, когда идут, ну, давай, таблицы, и будем перебирать диаграмму. Перекрасно то же самое, можно перебирать, строить таблицы многообразия, перебирая их, таблицы, таблицы, которые участвуют в склейке. Ну, и вот, первый результат для многообразия с краем, мы появились в 90-м году, фуджи перебрал, а что же можно из двух многообразий, ну, можно просто идти на многообразие десетинга, я уж не помню, когда оно появилось, вот на фуджи, в 90-м году перебрал, доказал, что всего 8 многообразий, можно, все они будут перебалические, с полнегидезическим краем, и у них у всех будет один и тот же объем. Вот. Ну, а дальше, это он все делал руками, потому что, это слишком сложно все это увидеть на бумажке. Ну, а дальше, итальянские математики Гриджелио, Мартелли и Петроньо, они, знаете, тоже с использованием компьютера строили именно гидроболические гидроболические, которые собрались в полнегидезическом крае. Ну, и вот, то есть, они перебрали все, что можно склеить из 3-х, из 4-х, ну, и при этом, они как-то доказывают, что если можно склеить из 3-х, то, значит, его нельзя склеить, попадает в 3-8, но если можно склеить из 4-х, оно попадает в 50-х, из 3-х. Так вот, появилось некоторый набор гидроболических многообразий с краем, про который мы знали . Ну, естественно, задача, такой метод, как бы сильно далеко не продвинешься, я хотел бы попробовать получить какую-нибудь бесконечную серию многообразий, бесконечную серию трансляций, в которых мы могли сказать, что он действительно является на бумажке. И идея, которая здесь начинает работать, заключается в простой формуле, что если мы имеем идеальную триангуляцию, то элеровая характеристика многообразия, это число тетра и доказательства. В принципе, элементарно, чуть позже я про него еще скажу, что это действительно довольно очевидный факт. Значит, теперь, что дает нам эта простая формула с точки зрения минимальности триангуляции? Ну, смотрите, мы можем заметить, что если триангуляция минимальная, она, конечно, не зависит от триангуляции, это первая характеристика. Поэтому давайте будем доказывать, исследовать триангуляции, доказывать, что у них минимальная возможность сход ребер. это вот идея, что делать, и дальше мы замечаем, что это дает нам сразу эффект, потому что, если мы хотим построить идеальную степляцию конечности границы трайдов, можно построить только конечно число многообразия, а вот уже если вы берете число ребер, то число детрайдов, которые вы можете использовать при построении многообразия, это можно бесконечно использовать детрайдов, поэтому здесь такой качественный скачок от конечности к бесконечности переходим. Ну и первая идея, которая здесь вполне естественно есть идеальная тренингуляция, в которой ровно одну виброту, понятно, она будет минимальная тренинг доказать. Но была написана работа как раз итальянцы преджили на апелье и петроне, которые доказали, что подбор параллельных углов, что все многообразия тренингуляции с идеальной тренингуляцией с одним углом, значит это будут интерболические многообразия в качестве небольшого замечания я бы говорил про тренингуляционную сложность по тех, кто знаком, значит, есть такая сложность и для гиперболических многообразий она совпадает с тренингуляционной сложностью. тем самым папа статей посчитали сложность из двух простых ингредиентов. Первый факт очевидный, второй доказать что у них сложно, а третий, что эти две сложности совпадают но еще в этой работе они показали, что таких многообразий часов достаточно много, и вообще говоря эти тренингуляции уникальность 4 1 занятия по многообразию. Хорошо, естественно так, что исследовали случаи одного ребра, давайте попробуем исследовать случай двух ребер, и замечу, что при этом ребер это одно, а большая сложность. И вот случай двух триангуляций ну надо заметить, что какие триангуляции есть такое в классических триангуляциях то есть мы рассматриваем триангуляции идеальные тренингуляции которые разрешаются склеивать грани одного трейбера между собой или два трейбера могут пересекаться больше, чем по одной грани а в классических тренингуляциях два три движения партнера вы можете эту общую грань убрать и разбить на три на правой стороне мы и обратно вот и конечно же это же самое можно делать и для идеальных тренингуляций потому что все что происходит внутри оно не зависит какого там по бокам что следует поэтому эта же операция годится для идеальных тренингуляций ну или помнить что если у вас данные тренингуляции применяемые в преобразовании справа налево три два то это не будет минимальной так вот оказывается значит этот результат был получен совместно с Курайом в 19-м году мы доказали что если у вас есть идеальная тренингуляция рёбрами и если она вот таким естественным образом неупрощаема то она всегда будет снимать неожиданный такой результат что то есть нельзя увеличивать уменьшать уменьшать из одного ребра метод доказательства пиралец на вариант пиралин 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 сейчас я приведу пример а такие многообразия бывают значит класс таких многообразия в 19-м году исследовали по эволюции Симмерман но их интересовало то есть многообразие и так далее значит многообразие строится так что мы берем бипирамиду фиксируем два параметра число n это число вершин основания бипирамиды наиболее равна 3 и число к которое от 0 до n так что наибольший общий делитель м и 2 минус к он равен а нужно будет ровно для того чтобы получили ровно одно ребро все вершины склеятся в одно так вот склеиваем мы грани по правилу синий то написано вершина а и т первое с плюс склеится соответственно с минус а и плюс а и плюс 1 то есть грань подвинули и повернули на против часовой стрел и то что мы задали склеить все хранения и то что получится многообразие как мы знаем с коническими особенностями и коническая особенность будет ровно одна все вершины строятся рода ж но они доказывали что это многообразие будет у нас будет у нас гиперболическим с вполне гидазическим краем ну а возвращаясь к нашему мы видим что здесь ровно два действительно репро это репро внутреннее красненькое ну и все ребра это репро значит ну вот это эти многообразие и то что это триангуляция минимальная мы сначала доказывали собственно вся вот это то что я сегодня рассказывал началось вот с этого примером и с ним доказали что вот эти триангуляции мы обобщили этого случая любых триангуляций с ребрами окей теперь я перейду на твой стиль язык вообще говоря сразу поработать с триангуляциями очень неудобно потому что ну двухмерный объект а я хочу работать с объектом который по своей структуре двумерный и значит я этот объект буду называть ну его называют стандартный полиэдр двойственный полиэдр специальный спайн специальный полиэдр то геометр под полиэдром называют на гране под полиэдром называют совсем дорогой что хочу сказать вот в алгебраической топологии я посмотрел книжку там написано что полиэдром слово и собственно это означает тело специального комплекса ну или того что для него специального комплекса так что сегодня на докладе под словом полиэдром можно мыслить что это вот некоторый клеточный комплекс специального вида который сейчас я объясню не более того здесь не возникает итак что же такое двойственный полиэдр но если посмотреть на левую картинку этот серм как раз нарисован в одном детрайде и если мы посмотрим все с двойственным полиэдром значит определить его можно двумя путями то есть можно рассмотреть барецентрическое подразделение нашей диагнозе первое и взять линки исходных вершин в этом первом барецентрическом подразделении а второй подход можно посмотреть на боковую поверхность сфера в треугольниках и взять двойственный граф а именно в каждом треугольничке в каждой треугольной гранили в центре восьмом вершинам соединим отрезочками середину и вот у нас получится на сфере раз четырьмя вершинами и шесть крайдера возьмем точечку и возьмем бонус над этим графом который на границе вот получается такая бабочка которая называется бабочки да значит как устроен этот полиэдр который внутри реангуляции значит он устроен очень просто там всего три типа точек и вот полиэдр которые обладают окрестностями вот трех этих типов они называются простыми полиэдрами но опять и тоже в будущей конференции в новосибирске неделю назад Дима сказал что там у Паванова они называются пенами люди по-разному называют но здесь то есть точки что не особая точка окрестность диска тройная точка у нас окрестность три ну и четверная точка кому значит это мы взяли тройную и снизу подставили вот собственно последняя окрестность истинной вершины это вот тот кто любит папочку и вот еще раз думаю что есть интересное название что это мыльные пленки или пены которые исследуют в алгебре в том числе вот давайте еще немножко а именно то что а какая существует и частями двойственного полиэдора и триангуляции во-первых значит смотрите этот двойственный полиэдор имеет естественную клеточную структуру а именно вот точки которые в середине в центре этой бабочки справа это собственно вершина четырех валентного графа дальше у нас возникают ребра из истинной вершины ведет к середине ребра получается ребра и вот эти сингулярности то есть они образуют трех валентный граф регулярно ну а точки не сингулярные это диски которые вот если посмотреть это вот там шесть крыльев у лапочки что там кто там нарисовано это диски которые будут обходить вокруг ребра от реангуляции ну и получается что у нас есть такая вот взгляд на этот двойственный полиэдор берем четыре регулярных граф и не приклеим к нему сколько это десять но так чтобы окрестностей получались те которые у нас ну и у нас существует бирекция сколько истинных вершин это столько или сколько петраидов сколько у нас ребра сколько сколько там дисков сколько ребра есть полная аналогия между клеточными структурами но вот здесь кстати я могу пояснить откуда-то формула взялась у нас характеристика многообразия это очень просто то есть мы представим что у нас идеальная тренингуляция в смысле что мы отцепили уголки тетрайдеров и тогда получается что не что иное как над вот этот двойственного полиэдора все гематомические варианты совпадают в частности эллеров характеристика а для этого двойственного полиэдора как раз эллеров характеристика двойственного диагуляции ребра минус число тетрайдов то есть очень простая формула ну хорошо значит вот здесь чтобы как-то было чуть-чуть проще освоиться я привел пример двойственного полиэдора это тренингуляции сферы с двумя удаленными шарами состоящие из одного тетрайдера значит если посмотрим на правую картинку и что мы там видим мы видим что у нас есть на торе нарисован значит параллели меридиан и мы вдоль меридиана внутри приклеиваем здесь параллели значит это будет как раз двойственный полиэдор у него вершина это точка пересечения параллели меридиана особую графу из сторонней линии это как раз параллели меридиана ну и дисков у нас здесь приклеится как раз ровно три то есть параллельный меридиан развивает тот диск и значит мне будет важно еще думать про эти двойственные подполиэдоры с точки зрения какие в них содержатся внутри простые подполиэдор простой подполиэдор это собственно подмножить нашего двойственного полиэдора в котором выполняется ровно одно то есть там точка и больше никаких ограничений нет вот примеры простых подполиэдоров например сам порун подмножить двойственного полиэдора то же самое там еще добавляют сторонней точки а если не так вот двойственном подполидоре можно перебирать и оказывается это важно с точки зрения вот сейчас исследования минимальности триангуляций в качестве примера вот картинка из книжки Матвеева что здесь изображено по сути вот эти триангуляции с одним идеальной триангуляции с одним ребром построены Фриджеева Мартель и Петроне значит картинка кажется немножко сложной на самом деле все очень просто опять я вспомню что у нас должен быть четырехвалентный регулярный граф а здесь этот граф то есть у нас есть сколько-то вершин вытянутых цепочку ну а у нас две петли по краям и соответственно двойные ребра между оставшимися вершинами идут ну а если посмотрите на картинку по такому графу бегают настоящие кривые собственно это приклеивающее отображение как риск проходит по этому то есть вот это вот здесь показано на этих двух картинках то мы к этому графу приберем ровно а если перейдем с языка двойственного полиэдора они означают что в реанимуляции ровно одно ребро успех все построили окей давайте вспомним еще раз моя задача я хочу описать минимальную реанимуляцию четырьмя ребрами я перейду на двойственные двойственные полиэдоры с тремя артистами и как я уже сказал мне в этом полиэдоре двойственном понадобятся простые под полиэдоры значит еще раз картинка напоминает что простой под полиэдор собственно локально и вот на втором рисунке описано собственно а как может простой полиэдор вести себя в окрестностях в окрестностях истинной вершины исходного двойственного под полиэдора но вот сером закрашены те кусочки дисков которые входят в этот простой под полиэдор под полиэдор а белый это те кусочки которые не вот оказывается всего четыре типа ну и пятый простой под полиэдор может проходить бабочку все крылья которые все эти кусочки дисков они белые ну и тоже важное замечание получается что если мы хотим описывать простой под полиэдор то на самом деле достаточно сделать две вещи надо указать какие диски входят в этот простой под полиэдор это вот первый тезис написан а второе нужно проверить условия на ребрах что это имеется ввиду давайте если мы посмотрим на ребра второй картинки то мы увидим что серые серые диски к каждому ребру примыкают либо два либо три раза могут еще ноль то есть то есть запрещенным является что мы выбрали набор дисков и нашлось серебро в котором вот набор дисков не образует простого полиэдора ну а что собственно набор дисков берем и берем и дополняем вершины по которым проходят эти диски ну и все значит теперь я готов уже переходить почти к заключению значит итак мы рассматриваем идеальные триангуляции ровно с тремя ребрами ну берем двойственные полиэдоры идеальной триангуляции в нем ровно три диска который я обозначил альфа бета гамма а f от p это обозначает множество всех простых полиэдоров в нашем полиэдоре значит ну и как некоторый факт что по определению собственно пустое множество и самый полиэдор поэтому они всегда входят в это множество простое наблюдение что если мы выбрали какой-то набор дисков то есть не все диски например один диск это образует простой полиэдор но опять достаточно взглянуть на эту картинку то есть если мы посмотрим на средний ряд и первая вторая третья мы видим что если серый простой полиэдор то белый диск никак не образует простой полиэдор будет нарушаться условия то есть найдется ребро которое белые диски будут восходить один раз так что поэтому весь набор дисков его дополнения только ровно один может быть простым под полиэдором и тогда простой анализ показывает что у нас а такие могут быть с тремя дисками не ситуации что какие-то простые полиэдором но вот проанализировали то есть реально 었습니다 может быть либо один собственных простых полиэдором либо Ну вот так мы как бы выписали. Ну и сейчас я дальше расскажу, собственно, для каких случаев удалось доказать минимальность тренгуляции. Значит, первый результат мы получим совместно с Китаремом Камаковым воду. Мы доказали, что если у нас собственных подпалитров нет, то соответствующая тренгуляция является минимальной. Я про доказательства поговорю про самый сложный случай, а про это пока я опускаю. Значит, следующий результат тоже был в прошлом году совместно опять же с Андреем Камаковым. Значит, мы рассмотрели случай, когда у нас есть ровно три собственных простых подпалитров, и они имеют вот такой вот характеристикотипический вид. То есть каждый простой подпалитров составлен из двух дисков, альфа-бета, соответственно, альфа-бета, 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 альфа-бета. Значит, оказалось, что, соответственно, тренгуляции минимальны, и доказательства очень красиво и изязательно. Смотрите, значит, оказалось, что каждый из этих подпалитров является ничем иным, как поверхность, которая состоит из поверхности, которая лежит на хвостном подпалитре П. И тогда, раз это поверхности, значит, что мы видим, что у нас есть всего четыре поверхности, включая пустое множество в нашем подпалитре. А, как известно, эти поверхности – это не что иное, как применение второй группы гомологии как в полиэдре и как в соответствии с многообразием. Значит, с коэффициентами только в Z2. И так получается, что у нас в этом многообразии группа гомологии Z2 плюс Z2. Ну и отсюда сразу следует, почему может быть полиэдра с меньшим числом дисков. Ну потому что, значит, какие возможности? У нас три диска, значит, остаются два и один. Значит, в случае одного диска у вас поверхности не может просто быть полиэдре, ну потому что один диск, он на каждом 2-3 раза такой. А в случае двух дисков у вас гомологии максимум Z2, потому что у вас простые подпалитры, собственно, либо один. То есть два диска, значит, оба, каждый из них не может по отдельности образовывать подпалитры. Только один может, ну и количество дисков у нас не получается построить. То есть гомологии большие лизать. Так что вот этот вот случай дает нам минимальные триангуляции. И на него просто интересно что-то привезнуть. С другой точки зрения вот эти картинки я взял из Татьякованова, где он там что-то строил, не очень пока мне понятно, я не почитал. Но картинки показывают, что вот если мы раскрасим диски в разные цвета, то, собственно, у нас на каждом ребре будет проходить диск один раз, каждый будет проходить. И вершинки, в истинной, они будут вести себя таким вот положенным образом. Тогда вот, собственно, каждая пара дисков будет образовать поверхность. И тогда вот эти многобраты, собственно, можно описывать вообще комбинаторный способ. Нам надо описывать уже даже не двумерный полиэндр, нам достаточно четырехвалентного графа, в котором каждый есть три эйлеровых цикла. Но эти эйлеровые циклы должны быть не абы какие, они должны быть совместными. То есть смотрите, вот если границы там красной взять, то есть она вот проходит через вершину одним способом. Синяя проходит через вершину эйлеровых циклов совершенно другим способом. То есть в каждой вершине эти эйлеровые циклы должны проходить каждый своим способом. То есть в каждой вершине все по-разному происходят. Ну и тогда получается, что если мы хотим описать пластыки на габрали, в которых есть, то достаточно строить такие графы, ну а их построить очень легко, например, что граф с двумя вершинами, с четырьмя ребрами, он, конечно же, такой, это раз, а потом, значит, можно дальше, если у вас есть два ребра, то придумать операцию, типа, что крест-накрест делаете, ну и там тоже будет. Вот некоторые красивые описания многообразий с минимальными треангуляциями. Ну а теперь, в завершении, значит, доклада я расскажу вот последний факт, который был делан с Антоном Легковым, присутствующим здесь, значит, а именно что мы доказали? Мы доказали, что вот в случае, если у нас есть удовольственного полиэдора, есть ровно один собственный полиэдор, и число истинных вершин, то есть это вот ситуации вершинки, вот как правая картиночка, то есть через вершину, значит, наш процесс полиэдора подходит во всем же степени. Вот если таких вершин, может быть, достаточно много, ну это в точности число вершин в исходном полиэдоре минус 4, то вот в этом случае наша треангуляция будет минимальна. Сразу оговорюсь, что, находясь здесь, мы уже посмотрели и нашли какое-то такое глобальное решение для случая не только одного собственного полиэдора, для трех. Все случаи закрывают, ну давайте я, время есть, я как раз расскажу, собственно, как доказывать такого типа результат, то есть метод, с помощью которого можно доказывать минимальность треангуляции. Да, значит, это просто еще раз напоминание, что вот можно обобщить Пау Люци Симмермана, поправив условие, что наибольшее общение там не единица, а двойка, тогда у вас внешние все ребра, две границы, два ребра, вы получите реангуляцию с тремя бренебрами тем самым, ну и она даст пример, они будут ходить. Ну не буду на этом останавливаться. Итак, как же мы будем доказывать минимальность треангуляции, вернее, я буду доказывать минимальность двойственного подполеза, что нет двойственного подполеза с меньшей формой стены вверхе. Доказывать мы будем при помощи ин-варианта, epsilon-варианта, вот авторы написаны на слайде. Значит, он строится так. Итак, мы перебираем все простые подполезы. Каждому простому подполезу сопоставляем его вес. Значит, что такое вес? Вес – это минус единица в степени числа вершин, то есть вершины истины, в которые все серым напрашиваются. Таких может быть меньше, чем все, естественно. И второе, значит, умножается эта поправка, значит, со знаком на epsilon в степени характеристики этого простого подполеза минус, опять же, число истинных вершин. Значит, где epsilon – это решение, ну или золотое изучение. И, значит, вот этот epsilon-вариант – это, собственно, сумма весов всех простых подполезов в данном двойственном полиэдре. Значит, теперь как доказывать? Значит, мы предположим, что наш исходный полиэдр, который содержит 3 диска, допустим, что он не минимальный. Значит, мы с ним минимально по количеству диска, значит, это минимальный может содержать либо один диск, либо два диска. Ну и, соответственно, там вершина уменьшается настолько и настолько диск. В случае одного диска у нас там собственных простых подполезов быть не может, а, собственно, в случае двух дисков у нас либо нет собственных, либо есть ровно один на пятницу. Это обсуждали. Ну и вот давайте я расскажу идею третьего случая, как наиболее сложного, что там появился собственный артеев и прочее. Значит, мы считаем epsilon-вариант, то есть мы предположили противно, у нас есть наш исходный полиэдр, там есть собственный пункт, и есть, вот, он не минимальный. Есть минимальный, который на один диск, на одну вершину меньше, и там есть тоже собственный простой подполезов. Значит, вот считаем сначала epsilon-вариант по исходному. Ну, у нас там, поскольку пустое множество P и P, то, значит, вот, значение epsilon-варианта вот такое, ну, где n – это число вершины из стены P было, ну, и характеристика, естественно, 3 минус n, поскольку n – 2 и 0, и 3 диска. Все, вот получилось такое значение epsilon-варианта, потом считаем полиэдру с меньшим числом, здесь двумя. Значит, опять же, там есть собственный подполезов R, опять же, возникает три слагаемых, ну, и мы там чуть-чуть, получается, за счет того, что вершина у нас уменьшилась на атмосферу, характеристика сохранилась, в первом слагаемом, значит, степень стала не 3 минус 2n, а 4 минус 2n, но остальные там, конечно, возникли. Ну, и приравниваем, убирая единицы, и, значит, вот в этом равенстве мне не нравится, что у меня есть 3 минус 2n, 4 минус 2n, это можно их слепить вместе, просто перенести 4 минус 2n справа налево, значит, у них знак тогда будет в степени n, и, ну, или легкое, что упражнение, epsilon 3 минус 2n плюс epsilon 4 минус 2n, чему это будет равно, а именно epsilon 5 минус 2n. Вот, и получается такое вот уравнение. То есть мы сейчас исследуем случай, а что будет, если наш не минимальный, значит, он должен удовлетворять, вот его характеристика полезна, главное, он должен удовлетворять такому простому уравнению. И вот здесь начинается интересная игра, а именно внутри слагаемых, значит, со знаками, а по сути, значит, есть epsilon в какой-то степени a, epsilon в степени b и epsilon в степени c. Ну, какие ситуации возможны в таком виде? Значит, либо все три epsilon связи с одинаковым знаком, понятно, что такое невозможно, ну, потому что epsilon 1 плюс 1, то есть сумма трех положительных чисел не может равняться 0. Все три в одной стороне не могут быть, значит, а что-то одно слева, два справа. Ну, и получается, вот, грубо говоря, анализ вот такого уравнения. Чему это будет, если, значит, у нас уравнение epsilon в степени a равно epsilon в степени b плюс epsilon в степени c. И вот это вот уравнение, оказывается, решается очень просто с помощью двух факторов. Первый факт, что у нас степени epsilon выражаются через расширенные числа Fibonacci, собственно, эдукции просто, ну, где положительный, то есть нулевой Fibonacci это 0, единичная Fibonacci это единица, но, конечно, по стандартным правилам можно положительный единица, так и отрицательный единица. Ну, и тогда, используя этот факт, мы можем уравнение переписать уже как систему. Ну, то есть слева полинома в первой степени от epsilon, справа полинома в первой степени от epsilon, два полинома равны, когда у них коэффициенты 2 epsilon равны. Значит, ну, вот, получилась такая штука. Значит, что в этой штуке мне не нравится во второй, в этой системе, что эти индексы, они глубоко отрицательные, 5 минус 2n там присутствуют. При больших F, это отрицательное число. Значит, но за счет того, что у нас два уравнения, мы можем эти все индексы сделать глубоко положительными. Просто если прибавим второе уравнение к первому, у нас что получится уравнение? Соответственно, F, A плюс 1 равно F, B плюс 1, F, B плюс 1 и так далее. Продолжаем, мы догоним до произвольного уравнения, которое в третьей строчке записано, F, A плюс D и так далее. Ну, то есть, а тогда уже все индексы будут положительные, и тогда мы применяем теорему Цекендорфа, которую все как теоремы Цекендорфа. Они, конечно, не знают, но это понятно, что есть либаначи. Теорема Цекендорфа говорит ровно следующее, что любое натуральное число может быть единственным образом выражено через сумму либаначи с положительными индексами, причем эти либаначи в форме системы. Ну и все. Значит, а тогда, если это так, собственно, возвращаемся вот к условию диоремы. Значит, единственная возможность, когда справа степени А1 будет меньше, чем то, что стоит слева. Ну и хорошо. Значит, а тогда вспоминаем, что у нас среди вот этих степеней А, В и Ц есть где-то 5 минус 2. Поскольку там были разные знаки, мы не знаем, где это слева, с лиц или справа. Ну давайте рассмотрим случай. Значит, если она стоит там 5 минус 2 Н слева, то тогда справа у нас, соответственно, там 4 минус 2 Н и 3 минус 2 Н. Одно из них это было, вот это разность Хи от Ку минус В от Ку, значит, вот получили следующее. Если 5 минус 2 Н стоит справа, ну тогда там тоже стоит значение, как вот анализ говорит, чему равно вот эта разность для нашего простого подполиэдра. Ну и вторая несложная идея, что Лема говорит о том, что, анализируя опять же, зная, как устроены вершины простого подполиэдра, Лефон описает формулу, что его илера характеристика больше либо равна, чем единице минус 4 истинных в исходном полеэдре в деле Н. Ну а тогда, значит, там, как простенькое преобразование, говорит, что тогда вершину на то, может быть, Н минус 6. Ну и здесь надо думать, что на самом деле эту оценку можно улучшить за счет второго полеэда. Это мы куда-то опережал процентов полеэдра в нашем исходном полеэдре с тремя дисками, а еще же есть там что-то полеэдра с тремя дисками. За счет этого можно опять же эту оценку немножко поднять до Н. Но там более тонкий случай, но это не получается. Ну и получается, что вот если у нас не минимальный, то тогда в нем должно быть очень много истинных ответов. А получается, если у нас истинный ответшин меньше, чем Н, то полеэдра будет, соответственно, минимальный. Ну и сразу оговорюсь, что вот эта же техника сработает и для когда в нашем полеэдре с тремя дисками есть два собственных простых подполеза, три собственных простых подполеза. Значит, там только надо добавить, что вот эта вот такая разностная характеристика минус 6. Для чего такого-то одного полеэда не равнялась тому, какой же разности для второго полеэда. И когда мы это добавим, то тоже опять же получим минимальный двойственный полеэдра или минимальный тренингулятор. Ну и завершу я слайд теоремы, про который будет уже рассказывать Данил на последнем докладе, небольшой анонс, что вот опять же можно оценивать, как это был метод использования Эпсового варианта, ну и метод снизу тренингуляции через гаммологии с коэффициентами Z2. То есть тренингуляционная сложность многообразия больше, чем первая ВТ1-эпикамология. Ну вот Данил в своем докладе собственно будет исследовать оклассные тренингуляции, реализуются эти, что за многообразие мы получим. мы достигаем этого момента. Просто я закончу. У меня есть небольшой вопрос. Есть ли пример зампта на коапрасе, который попадает под рассмотренных случаев, где три ребра? В принципе не попадает, потому что в силу там формулы проходит. В лампе там все относится к тренингу. Если без края, то ноль, а там за счет как раз бесконечной серии стоит за счет изменения регеров. Там здесь, где фиксируют что регеров, что тренингуляции, как и с полгода. Все, все, все. Продолжение следует...